Я ухожу Я ухожу красиво Изменения в составе руководства области Высоко сижу, далеко гляжу Камеры видеонаблюдения помогли задержать магазинного вора Чтение тоже свет В Талдыкургане открылись несколько площадок буккроссинга Багдад Манзоров освобожден от должности заместителя Акима Алматинской области Он покинул пост по собственному желанию Информацию подтвердили в пресс-службе Акима Алматинской области Основанием было его собственное желание То есть он подал заявление, оно было удовлетворено Сегодня об этом сообщил Акима Алматинской области в ходе аппаратного совещания Он отметил его существенный вклад в восстановление города Арыси Кроме этого он курировал вопросы газификации И в этом фронте работы у него есть определенные достижения Оно было отмечено В свою очередь Багдад Манзоров отметил, что ему было очень отрадно работать на малой родине Пожелал всем коллегам удачи, дальнейших достижений, дальнейших целей Которые были поставлены президентом Республики Казахстан Отметим до назначения на должность заместителя Акима Алматинской области Багдад Манзоров На протяжении двух лет был руководителем управления Государственно-архитектурно-строительного контроля города Алматы С 2008 по 2017 годы был Акимом Алатауского района Южной столицы А еще ранее возглавлял Аксусский и Коксусский регионы Алматинской области Напомним, о дальнейших рабочих планах Багдада Манзорова пока неизвестно Азаджу Маханов, Аблай Кутыкпай, телекомпания Ажетасу, Талдыкурган Цифровизация судебно-исполнительной системы полным ходом внедряется в Алматинской области Благодаря новшествам деятельных судебных исполнителей в разы облегчилось С реформами познакомился и наш корреспондент, побывавший на областном заседании коллеги частных судоисполнителей Незнание законов не освобождает от ответственности В Казахстане выросло количество обращений в суды Только за прошедший год число исполнительных производств составило более 440 тысяч Вместе с тем возросла и нагрузка на каждого частного судоисполнителя А их в Алматинской области порядка 127 человек Если будем сравнивать с 2018 годом, у нас было более 263 тысячи исполнительных производств на сумму 192 миллиарда тенге То есть рост составил в сравнении 67,6% Это нагрузка на каждого судебного исполнителя составляет 290 исполнительных производств в месяц Большим подспорьем для судебных исполнителей станет функционал по извещению должников через СМС-сообщение Таким образом сократится время получения извещения, а также финансовые затраты с его отправкой через почту Для удобства граждан также разработан так называемый сервис по проверке наличия ограничительных мер Таких как арест банковских счетов, имущество, выезд из страны и другое В базе частных судебных исполнителей Алматинской области были внедрены новшества Такие как разработан модуль по разработке досе должников То есть в данном случае модуль состоит в том, что автоматически МАЗа собирает досе должников на должника по 12 основным запросам СЕПСУ То есть это включает в себя сведения о физическом лице, регистрация недвижимости на транспорт, запросы пационов, водительское удостоверение Основные это по недвижимости, выплата пенсии, пособия, фото из системы документа оборота, налоговая задолженность и платежи бюджета Для обращения граждан региональной палаты введем в действие колл-центр и официальный сайт учреждения Кроме того, заключен меморандум по взаимодействию с областным департаментом юстиции, административной полицией, судебной коллегией по гражданским делам, коллегией адвокатов и другими учреждениями Вкупе с остальными мерами воздействия на нерадивых граждан, по мнению частных судебных исполнителей, это даст положительный результат в их нелегкой работе К другим темам Мелкого воришку, совершившего две кражи, задержали в областном центре Раскрыть преступления сотрудники полиции смогли посредством камер видеонаблюдения, установленных в магазинах 24 января и 7 февраля дежурную часть Талткурганского городского управления полиции поступили заявления от владельцев магазинов о кражах электродрелей и двухпоробове Найти преступника доблестным блюстителем порядка труда не составило Проверив видеозаписи, полицейские установили и задержали подозреваемого Им оказался 26-летний житель города Текили, ранее дважды привлекавшийся за кражи чужого имущества Кроме того, в 2014 году он был осужден к 6 годам лишения свободы за изготовление и хранение наркотических средств по статье 259 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан Учитывая криминальный опыт подозреваемого, суд санкционировал его арест, сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматинской области Продолжаем выпуск 15 февраля исполняется 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана В честь этой даты в средней школе номер 14 в городе Талкурган состоялась встреча учащихся с участниками Афганской войны Гостям продемонстрировали документальный фильм и видеоролики Со сцены изучали стихи и песни, посвященные воспоминаниям трагических дней Напомним, в Афганистан из Алматинской области отправились около 4000 солдат 173 из них погибли, исполняя свой долг перед Отечеством Двое пропали без вести Их мужество и самоотверженность, героизм и патриотизм – яркий пример для подражания молодежи, считают организаторы Эта встреча очень важна и нужна для каждого из нас Потому как, чтобы построить светлое будущее, мы должны знать прошлое, свою историю Прочитал, передай другому В преддверии 175-летия Абая Кунанбаева в фойе Талкурганского филиала партии Нуратан состоялось торжественное открытие площадки Буккроссинга Авторы нововведения – активисты областного молодежного крыла Жасотан По их инициативе с прошлого года уже действуют три пункта обмена книгами Это Талкурганский центр обслуживания молодежи, областная библиотека имени Сакена Сейфулина и Академия права имени Жолдосбекова К радости любителей печатных изданий, ассортимент мобильной библиотеки включает в себя произведения не только Пера Абая, но и других маститых авторов как Жамбл Жабаев, Куаныш Султанов, а также российских и иностранных классиков Примечательно, что возрастных ограничений для пользователей Буккроссинг-зон нет В связи с событиями в Курдайском районе Жамбулской области повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан Глава государства Касанжо Мартокаев поручил Акиму Жамбулской области освободить от занимаемых должностей заместителя Акима области по социальным вопросам и Акима Курдайского района за серьезные упущения в работе Также глава государства поручил министру внутренних дел Ирлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбулской области начальника отдела полиции Курдайского района призывающих межнациональные розни в самых сложных обстоятельствах. Каков урон от кардайского конфликта, кому и как будут компенсировать убытки, на днях объявит специальная правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Бердебека Сапарбаева. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов Алихан Смаилов. На ликвидацию их последствий средства могут быть направлены как из резерва правительства, так и местного бюджета. Возможно, часть денег будет выделена из обоих источников. В настоящее время правительственная комиссия находится в Курдайском районе Жамбулской области. По завершению работы комиссии будут приняты соответствующие решения. Как вы знаете, глава государства поручил им подготовить план по восстановлению всех разрушенных домов и, возможно, какой-то иной ущерб. Поэтому, как комиссия сформулирует соответствующие предложения, будет принято решение о том, какой вид ущерба, насколько и за счет каких источников будет профинансирован. Впервые в Казахстане начали производить ортопедические коляски для людей с ограниченными возможностями, сообщает корреспондент Хабар-24. Сборка ведется исключительно по запатентованным чертежам конструкторов из Нурсултана. Все они люди с ограниченными физическими возможностями. Поэтому ими учтены все особенности местного ландшафта и погодных условий. Кроме того, Инва-100 занимается ремонтом спецсредств для инвалидов, заказов уже на месяц вперед. Мастера ремонтируют как взрослые, так и детские коляски, трости, ходунки, костыли, а еще кушетки и кровати. Комнаты в студенческих общежитиях в Алматы сдают в аренду. Нелегальных соседей обнаружили члены молодежного крыла Жасотан. При этом сами студенты пожаловались активистам на ужасные условия проживания. Грязная комната с плесенью на стенах стоит не меньше 15 тысяч тенге в месяц. При этом владельцы общак не соблюдают даже элементарные санитарные нормы. В одной комнате ютятся по 6 человек, в то время как соседние помещения руководство общежития сдают в аренду жителям и гостям мегаполиса. Цена за койко-место от 18 тысяч тенге. Все эти нарушения нашли сразу в трех студенческих общежитиях Алматы. Теперь же султановцы намерены обратиться в Министерство образования. С требованием лишить лицензии университеты, которым они принадлежат. В продолжении выпуска другие интересные события. Оставайтесь с нами. Басни Крылова по-казахски. Великий Абай познакомил казахов с необычным литературным жанром на живых примерах. Лучше еще никто не написал. Руку помощи протянули пожарные. Сотрудники департамента по ЧАЭС приняли активное участие в благотворительной акции. Первое золото международного чемпионата солидарности завоевал спортсмен из Алматинской области. Преемственность поколений. В этом году общественность страны празднует 175-летие величайшего окна казахской степи Абая Кунанбаева. В рамках юбилея поэта на телеканале ЖТСУ выходит ряд сюжетов, посвященных жизни и творчеству поэта. В этот раз мы расскажем о таланте писателя как переводчика. В частности, затронем адаптацию Басни Крылова на казахский лад. Подробности в сюжете. Абай Кунанбаев – талантливая и многогранная личность. Пожалуй, его можно назвать основоположником сближения двух культур. Благодаря превосходному владению языком и пониманию глубокого смысла русского фольклора, Абай познакомил казахов с произведениями Ивана Крылова. Поэт высоко ценил баснописца, хотя сам не являлся приверженцем этого жанра. Он перевёл 13 басен Крылова, в их числе «Дуп и трость», «Крестьянин в беде», «Бедный богач», «Осёл и соловей», «Орёл и коршун» и так далее. Во всём мире принято считать древнегреческого поэта Эзопа отцом-баснописцем. Именно он придумал этот жанр. Но тогда это были просто сатирические и короткие рассказы. Крылов превратил их в стихотворения, а затем уже Абай перевёл их на казахские. Но уже по-своему. Белинский писал об исключительной трудности перевода крыловских басен. Однако талантливому Абаю всё же удалось это сделать. Это говорит о том, что Абай был поистине талантливым человеком. По большей части именно благодаря ему казахский народ узнал о Крылове. Передавая идейную сущность басен, Абай адаптировал их к казахскому быту. Поэт сумел отлично передать образы персонажей басен Крылова и черты человеческой сущности, которые, впрочем, есть в каждом этносе. Адаптировать под казахский лад, но оставив при этом мораль, к этому стремился Абай Кунанбаев. К примеру, возьмём басню «Осёл». Если у Крылова осёл, приняв звонок у себя на шее за орден, возгордился, забрался в огород и стал топтать овощи, пока его не прогнал хозяин, то у Абая осёл, идущий в голове каравана, возомнил себя уважаемым и почтенным. Хотя по своей сущности он всё так же является ослом. Добавим, всего Абай Кунанбаев перевёл более 50 стихотворных произведений известных русских поэтов, в их числе классики, как Александр Пушкин и Михаил Лермонтов. В частности, поэт перевёл ответ Онегина Татьяне, признание Онегина и Татьяны, а также открывки из «Бородина» и романы «Вадим» и так далее. Ярким концертом отметили 175-летие великого Абая ученики и преподаватели средней школы города Саркан. Примечательно, что учебное заведение уже 80 лет носит имя известного казахского просветителя. Среди учащихся по-прежнему немало почитателей творчества Абая Кунанбаева. Почти каждый из мальчиков и девочек в этой школе знает наизусть несколько произведений поэта. Как говорят они, слова назидания мыслителя помогают им во многих жизненных ситуациях и творческих начинаниях. Во время концерта учащиеся также продемонстрировали сценку о жизни и деятельности великого сына Казахской степи. «Твори добро!» Пенсионерам областного центра помогли по хозяйству волонтеры и огнеборцы противопожарной службы. В Алматинской области продолжается акция «Рука помощи», инициированная сотрудниками ДЧС региона. Специалисты обошли частные дома, проверили дымоходы и состояние печек. Кроме того, спасатели накололи дров, а также очистили территорию от снега. Добавим, в этот день брендмейстеры обошли свыше 500 частных домов, провели инструктаж с населением, а также раздали листовки на противопожарную тематику. Напомним, на территории области имеется порядка 370 тысяч домов. Из них более 40 тысяч домовладений относятся к собственности социально уязвимых слоев населения. Я знаю эту Валю Кудрявцеву еще с 60-х годов. Вместе наши родители дружили, и мы вот всю жизнь с ней продружили. Но так получилось, что два сына погибло, муж умер, она осталась одна. И за ней некому ухаживать. Просто получилась эта зима, она слабла. После двух операций, с трех лет, было две операции у них. Спасибо МЧС, что приехали и убирают снег, помогают одиноким бабушкам. Я очень благодарна. Спасибо вам большое. Всем здоровья и благополучия. И главное, любви. В ходе акции одиноким пожилым людям, малообеспеченным семьям оказывается помощь по расчистке орычных систем, а также расчистке дворовых территорий от снега. По длительному прогнозу КАЗ «Гидромед», после 20 февраля на территории Алматинской области ожидается потепление, плюс 12 и выше. В связи с этим просим граждан самостоятельно, кто может очищать от снега свои территории и орычные системы, готовиться к весне. Не по приказу, а по велению сердца. В Алматинской области набирает популярность акция «Полки добра». Суть инициативы проста. Те, кто имеют возможность, покупают продукты и оставляют их на специальном стеллаже. Позже товар забирает нуждающийся. С начала этого года только в областном центре прилавки с бесплатными продуктами питания установили в более десятках магазинов и супермаркетов. Как работает данная инициатива, более подробно расскажет Ануар Аман Геллинов. Одной из первых в Талдыкургане «Полка добра» появилась в магазине «Сагадат». Здесь она стоит около года. Инициатором установки выступил Даняр Душанов. Увидев акцию в интернете, мужчина решил реализовать ее в нашем городе и обратился к администрации магазина «Сагадат». Как говорит Даняр, данную точку для установки «Полки добра» он выбрал неспроста. Сама «Полка» из-за чего именно здесь поставили? Из-за того, что сам доступ к ней круглосуточный. То есть в любое время можно было положить и в любое время забрать. А бывало так, что в магазине нужно некоторые же до познания работать. Когда мы запустили в прошлом году и в феврале, буквально только поставили, ей там было 2-3 дня, люди когда привозили, то есть вайл продукт, они очень много накапливались. И чтобы они не пропадали, мы решили, первые два выезда мы сделали, отвозили именно в детский дом, получается. А сейчас так не застаивается вообще. Люди стесняются все равно. Как бы вот этот вот весь поток людей, из-за этого, может быть, да, чуть-чуть стеснение есть. Долго не решался подойти к полке талдыкурганец Николай. Мужчина в одиночку воспитывает сына. Как говорит он, зарплаты в 40 тысяч тенге едва хватает на продуктовый пакет. Подходя к полке, Николай старается брать только необходимое. Талдыкурганец осознает, что помимо него в продуктах нуждаются и многие другие граждане. Спасибо за эти полки. Сюда прихожу, потому что эти продукты, ну, помогают. Они как бы в это, когда, ну, в связи с тем, что цены дорожают на продукты, и, ну, оказывает это для меня, для моей семьи очень большую, большую помощь. Как рассказывает владелица магазина «Продукты плюс», основной контингент получателей помощи – пенсионеры. Заходят пожилые люди редко, за неделю около 10 человек. Берут бабушки, дедушки не столь много. К примеру, только хлеб и молоко. Однако есть и такие люди, которым стеснение чуждо. Приходят и хорошо одеты, все. Она говорит, вот я это возьму, я это возьму. Я не могу отказать, я не могу сказать нет. Я положила, вот у нас женщина, приходит она, где-то под 60 лет, сережки на ней, шуба норковая, она хорошо одета, она раз, раз, раз. Я говорю, а бабушка, это просто полка для малообеспеченных. Она говорит, вы знаете, а у меня мужа тоже сегодня кушать нет. И я, с одной стороны, я не имею дать, не имею отказать ей право. И с другой стороны, которые приходят, потом которых вообще ничего. Инициатива предпринимателей очень сильно вдохновила представителей проектного офиса ЖТСУ Адалдхаланы. Чтобы популяризировать данную благотворительную акцию, они проводят переговоры с крупнейшими магазинами областного центра. Результаты работы уже есть. На сегодняшний день полки добра стоят во всех супермаркетах СМОЛ. Сотрудники проектного офиса надеются, что в год волонтера количество сострадающих граждан и предпринимателей возрастет в разы. Кто хочет именно установить эти полки в других магазинах, мы с радостью протянем руку и помощь. С целью мы можем установить эти полки сами, переговорить с мебельщиком. Также сделать рекламу, например, обратиться в СМИ, что по такому-то адресу в частном магазине стоят эти полки. Также мы еще можем помочь именно с администрацией магазина, чтобы эти люди тоже не оставались равнодушными и установили такие же полки. Нужно помогать друг другу. Никто не знает, в какой жизненной ситуации окажется завтра. Чтобы оказать помощь, не обязательно быть финансово богатым человеком. Достаточно раз в месяц потратить тысячу-две тысячи тенге и купить продукты первой необходимости. Кому-то эти товары сильно нужны, а для меня это не столь огромные расходы. Вообще, я верю, что существует эффект бумеранга. Когда мы делаем кому-то хорошо, нам это воздается в двойном размере. По информации сотрудников офиса ЖТСУ Адалдыкаланы, на сегодняшний день полки добра имеются в более чем 10 магазинах Талдыкургана. Участники проекта надеются на дальнейшее продолжение акции и в других торговых объектах города. Ведь цель инициативы велика. Основная ее задача – воспитать сопереживающее и неравнодушное общество. В Египте ввели штрафы за неприличное поведение в музеях. Наказывать будут за незаконное проникновение на территорию памятников культуры и археологических объектов, за неприличное поведение в музеях и за непренебрежительное отношение к памятникам архитектуры. Парламент страны утвердил соответствующие поправки. Тем, кто залезет на объекты культурного наследия или совершит иные хулиганские действия, в отношении них грозит денежный штраф до 100 тысяч египетских фунтов. За продажу исторических экспонатов и предметов без предоставления официальных документов сумма штрафа увеличится до 10 миллионов фунтов – примерно 630 тысяч долларов США. В отдельных случаях можно оказаться в тюрьме. Пассажирский самолет, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану. Как следует из данных сайта Flyradar24, скорость самолета относительно земли достигла 1327 км в час. Это позволило рейсу сэкономить 1 час 20 минут и приземлиться в лондонском аэропорту Heathrow раньше положенного. При этом истинная скорость самолета относительно воздуха не превысила скорость звука, которая является критической для пассажирских лайнеров. Быстрее между этими городами пассажиров перевозил только сверхзвуковой Конкадор, скорость которого достигала 2300 км в час. Китайский актер Джеки Чан заявил, что готов заплатить 1 миллион юаней создателю вакцины от коронавируса. Он считает, что такая мотивация может помочь ускорить разработку лекарства. Звезда боевиков рассказал в интервью, как еще помогать стране справиться с эпидемией вируса. Он жертвует деньги на защитную одежду и медицинские маски. «Я не хочу видеть пустые улицы, они должны процветать», – заявил Джеки Чан. Нынешняя зима поистине удивила жителей Алматинской области. Вопреки народным приметам, в этом году относительно тепло было и на крещение, и относительно теплыми днями отличился последний месяц зимы. Однако погода есть погода, и она может быть переменчива. Каким природным сюрпризом стоит подготовиться заранее? О прогнозе погоды на ближайшее время из свода Казгидромет по Алматинской области. На этой неделе на территории области ожидаются местами осадки, это дождь, мокрый снег, также ожидается туман, гололед, также будет наблюдаться ветер западный с переходом на северо-восточный ветер. Сила ветра составит 9-14 метров в секунду. Температура ночью будет понижаться от 50 местами 2 градусов тепла до 0,5 местами до 10-15 градусов мороза. Днем также температура будет понижаться от 50 местами 2 градусов тепла до 0,5 местами 5 градусов тепла. Также специалисты ожидают еще облачную погоду, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможен туман, гололед. Однако зимняя холода, по всей видимости, все-таки отошли. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до минус 4 градусов, днем от 0 до 2 градусов мороза. Тяжелый атлет Игорь Сон принес первое золото на международном чемпионате солидарности. Победа досталась спортсмену из Алматинской области в первый же соревновательный день шестого международного чемпионата по тяжелой атлетике в столице Узбекистана, сообщает Олимпик Кизет. В весовой категории до 61 килограмма в сумме двоеборья казахстанец поднял 286 килограммов. Этот результат и стал для него победным. Напомним, чемпионат является квалификационным в преддверии Олимпийских игр в Токио. Таким образом, Игорь Сон становится обладателем шестой лицензии на всемирные старты из Алматинской области. Участие в турнире принимают спортсмены из 47 стран. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин